В каждой стране свой стандарт. Сейчас мы можем вначале, в принципе, говорить, как судиться во всей Европе. Во всей Европе сейчас судится в седьмой позициях. Мы признаки экстериора определяем в седьмой позиции. Мне не нравится, что в европейском стандарте взяли структуру этих семи позиций из немецкого стандарта. А там одной первой главной позиции, вместе форма и тип, называем конституцией. Это очень-очень много признаков одной. У нас в Словакии и в Чехии с нас взяли Словению и Венгрию. Принцип стандарта. Эти две группы признаков определенные до двух. Проблема в том, что если эксперт к нормальному кролику видит кролика с ошибками, они, такими не очень тяжелыми, не часто снимают ниже двух баллов одной позиции. И германский, он снимает, они очень строго судят форму спины, уже легче поставление, прежде всего, грудных конечностей, и у некоторых самок, если там недостаточно эластичная шкура на груди, они чуть и голландские, они к этому не так строго подходят. Поэтому они очень много признаков подсужат одной позиции. Но мы снимем два раза один с половиной баллов. Поэтому у нас часто получают кролики балл и ниже, чем в Германии. И в Чехии судят еще строже, чем в Словакии. Если... Очень строго судят в Голландии. Там кролик, который получил 95 баллов, это уже часто бывает чемпионом этой своей пароли. Но в Германии вы встретите кролика, некоторых пароль 97 с половиной 98. Но они, на первый взгляд, очень такие качественные, но есть и хорошие. Так, в этом разница. Остальное одноколы. Так, я могу здесь рисовать, потому что не будем все снимать. Так, по европейскому стандарту первая позиция, я буду говорить на русском, но буду писать на словацком, не знаю. Мы говорим форма плюс конституция. Вторая без. Кто знает, что латинку читает так. Я пишу по-русски, но в латинку я не знаю так. Третья всегда шерсть. Четвертая, пятая, шестая. Это индивидуальные признаки своих пород. Разные. Занимаются которые с рисунком, там рисунок определен. У белых пород очень часто бывает голова, уши самостоятельно, потому что на окрас белых хватит одна позиция. И у всех седьмая позиция это подготовка к выставке и здоровье. В принципе. Так мы это судим. Самая сложная, это первая позиция. В этой позиции мы судим спину или верхнюю линию, так можем назвать, и нижнюю линию. Это линии профилосилуэта этого кролика. Скуру, поставление лап, ноги, грудные и скакательные, и хвост. И можем здесь найдем. В принципе, здесь самое важное. Здесь окончим хвост. Хвост должен сидеть на крупе и прямовато. Если кролик держит всегда в одном так хвост, или он такой кривой, или он по травме короткий, это дисквалификация, но часто бывает, если самка течная, можно так сказать, или очень темпераментный кролик, он там мы называем играющий хвост. Это снимаем, полпала за это, но не дисквалификация. Если он всегда его тянет за собой, как лиса или собака, это тоже дисквалификация. спина должна быть прямовато от ушей. Здесь плохо я нарисовал. Хорошо. Так. Кругловато. Проблема в том, что у вас не проходила селекция на этот признак, а часто эти кости, бедровые кости, здесь видите, они должны быть, эта кость должна быть до линии этой. Если она выступляет, мы называем выступляющие бедровые кости. Это не красиво, это видите, если длинная шерсть, видите руками. Я так говорю, видите руками. Но потом очень важно, какой угол между этой бедерной костью к подложке, где он сидит. Она должна быть под правильным углом, потому что даем вторую. Еще дальше. Так. Здесь правильная линия вверх, правильная линия нижняя. У этого кролика видите лопатки выступлений. Здесь. У этого кролика мы называем изрибок капор или разные у Рид бывает такая спина, кто занимается собаками. Есть бедлингтон террер, такая собака похожа на овцу. У него должна быть такая спина. Но у кролика это ошибка. Видите, против этой линии здесь горбатый как верблюд. У этого проваленная спина у этого кролика. У этого кролика скошенный круп. Там угол этой кости которая здесь внутри плохой против. У этого наоборот очень как называется обрубленный. Если мы снимаем бали если эта проблема назначена если она так выражена это дисквалификация. все дисквалификация. Если очень вернемся там это все в форме судеб. Конечности должны стоять параллельно чем ширше тем лучше и параллельно. Если ускакательных конечностей видите они так мы называем кто-нибудь называет французский постав или так но это тоже дисквалификация. Может быть тоже этот х есть буква х этот постав там у собак называем что он сближает плюс этот кролик у него плюс очень близко вату и х постав может быть и у грудных конечностей они не параллельные и размер называем собак но наоборот они могут быть как буква О так такие и это спереди или сзади судим но и сбоку судим что кролик должен иметь чем короче лапы и чем крепче крепче постав в идеальном некоторых пород говорим как кошка должен иметь пальцы очень короткие маленькие если там мягковатые это в принципе у этого кролика чуть мягковатые пясти поэтому являются пальцы длинные и бывает еще хуже но это уже дисквалификация это еще допускаем с снимкой снимаем палец здесь есть еще рисунок это не в этой позиции судим и есть здесь поставление ушей есть такой принцип уши должны которые стоят они чем ближе к себе узковат тем лучше как у этого кролика там вы видели если угол между этой линией и ухом выше 45 степени это уже дисквалификация если этот угол выше 45 степеней здесь как я говорил этой форме мы судим скуру скура должна быть у всех пород чем эластичнее чем хорошо лежит на этом корпусе ум всех пород абсолютно всех пород недопустимы подгрудок у самцов это у самца перед этой линией шеи бывают эти железы это такой запах они дают у кролика если очень темпераментный саймец он значит себе территорию и может быть придет запаление какое-нибудь этих желез они чуть крупнее и так висят как у этого если не таки и у старших самцов это в начале улучшает профил головы явится это такая мужественная это голова но если очень уже крупная и нарушает очень нижнюю линию головы это тоже у самца может быть очень крупный мы называем орех как у вас есть слово как плоды такие орех в разнице от этого если эта складка находится под линией челюсти на шее это уже подгрудок у всех пород абсолютно подгрудок если здесь назначено так подрезано у самцов у всех дисквалификации у самок мелких и карликовых тоже дисквалификация на выставке у средних и крупных пород допускается но должен быть этот подгрудок не крупный не ширше чем голова и хорошей формы если он у крупных пород и чуть выше еще правильный там снимаем два балла или два с половиной балла но он не может быть двойным не может быть несимметричным и не может так висеть скоро здесь на груди так высоко у карликовых кроликов очень часто бывает эта линия такая чуть недостаточно эластичная чувств такая свободная я не знаю это на русском правильно сказать я пишу если я сужу в России там говорю свободная скура на груди это допускается и у самок допускается некрасиво снимаем баллы но допускается есть там еще какой-нибудь рисунок это в этой форме в европейском союзе в европейском стандарте плюс к этому еще судим конституцию что конституция знаете как у других животных может быть она такая нежная грубая мы называем лимфатическая баранов она такая они очень такие с грубым костяком грубой головой но есть разные степени потом может быть на некоторых фотографиях пород я вам покажу например мелкие породы могут быть такие нежные спортивные с чуть высоким постовым конечностей но некоторые такие грубые сильные вес без проблем во всех стандартах есть граница есть разная бывает снемка за нижний вес 2 балла может кролик получить 8 9 9 10 баллов у многих пород в словацком стандарте мы сделали очень многих пород если вес чуть выше тоже еще до границы допускаем и снижаем 1 балл например у калифорниевских кроликов прежде всего у новозеландских кроликов очень хорошие самки в возрасте 8-9 месяцев достигают максимальный вес и они еще развиваются после помета и вторым годом можно их выставлять часто там уже приступляют подгрудок за это снимаем но мускулатура на бедрах и на спине хорошая и они часто перевешают этот максимальный вес 100 грамм 200 грамм и мы допускаем до 250 грамм еще может перевешать но уже снижаем это не идеал это снижаем 1 балл там без проблем и снижаем снижаем Продолжение следует...